Дым над мусорным полигоном поднимается вторые сутки. Соцсети пестрят жалобами о мече и о том, что в радиусе нескольких километров вокруг дышать нечем. Если верить словам пользователей, то спасатели работали здесь только в первый день, потом все уехали. Сейчас мы видим, что в некоторых местах периодически вспыхивает огонь. Площадь Кировской свалки – 2 гектара. Как рассказали в Роспотребнадзоре, полигон закрыт для ввоза мусора. Но за многие годы сюда свозили тонны пластика, бумаги и других органических отходов. Ближайший микрорайон в 500 метрах. Жители этого двора первыми заметили густой дым. Ядовитый туман днем рассеивается, говорит Нина. Но ночью дышать нечем. Дым такой был, что все форточки закрываем. И в основном вечером почему-то. Да, был. Ну а так вообще не наблюдали, какие-то работы делались, как-то пытаются это прекратить? Ну, наверное, пытаются. Дело в том, что оно, наверное, еще и неделю будет гореть. Как вечер, воздух такой влажный уже и начинается подниматься дым. 15-го загорелось, с вечера горело всю ночь, потушили. Вчера загорелось с обеда опять. И вот, не знаю, говорят, ночью опять горело, дым шел туда, люди задыхались сильно. Запах, конечно, очень тяжелый. Не открыть ни форточку, ни окно. Рейс в глазах, с ребенком невозможно было погулять. Старались дома больше быть. Ну, а вообще вот сильно дымило? Ну да, сначала было незаметно, а потом вот там, где новый дом строят, было очень видно. Да, сильный запах уже потом. Окна было невозможно открыть. А чем пахнет? Неприятно. Плохой запах, неприятный. На запах гари в соцсетях жалуются и другие амичи. На Рокоссовского в 5 утра было не продохнуть, написала пост ВКонтакте Амичка. О повышении концентрации вредных веществ в атмосфере сообщает сегодня Министерство природных ресурсов. Вместе с тем, в Роспотребнадзоре нас уверили, что угрозы для здоровья амичей пока нет. Но мониторить воздух специалисты обещают каждый день, пока горит свалка. Исследован атмосферный воздух на 16 нормируемых веществ. Пока превышения никаких не установлено. В настоящее время производится опять отбор. То есть, с самого утра проводит отбор спектр забрязненных веществ. У нас маленько расширен, на которые исследуется воздух. Но пока результатов нет. Чтобы амичи могли следить за состоянием атмосферного воздуха в городе, две недели назад в Омске установили экологический экран. По странному совпадению, в тот же день, когда в Старом Кировске загорелась свалка, в Птичьей гаване сломался экологический экран. Его установка обошлась бюджету города в полтора миллиона рублей. Глубина Кировской свалки достигает двух метров. В МЧС уже предупредили, что очаги возгорания будут повторяться. Направление ветра в ближайшие сутки будет меняться несколько раз, рассказали в Омском гидромедцентре. Вероятно, что едкие ароматы горящего полигона почувствуют не только жители Левобережья. Любовь Федорова, Юрий Дорошенко, Антенна-7.